Томогавки уже в Румынии. Чем США угрожают России? 22 мая 2019 года газета Томогавки уже в Румынии. Чем США угрожают России? Источник изображения США могут использовать объект прав Румынии для размещения крылатых ракет газеты Стало известно, что силами предприятия оборонно-промышленного комплекса США в настоящее время ведется модернизация берегового комплекса Прайджи Сэшор размещенного в румынском местечке Девеселу Вскоре США смогут разместить в Европе крылатые ракеты способные нести ядерные заряды, что резко обострит отношения с Россией Обстановку, складывающуюся вокруг этой противоракетной системы проанализировал военный обозреватель издания Михаил Ходоренок Останавливаться только на модернизации комплекса Джи Сэшор развернутого в Румынии, США, похоже, не собираются Для непосредственного противоракетного прикрытия объекта прав Девеселу будет развернута батарея противоракетного комплекса ПРК, типа ОСЭД, из состава 69-й противовоздушной бригады дислоцируемой Форд Худи, штат Техас Предполагается, что средства батареи будут интегрированы в существующую систему противоракетной обороны НАТО Помимо модернизации берегового Эджиса в Девеселу, дополнительно в Черное море Соединенные Штаты планируют направить два эсминца Урас-Биус и Джис, оснащенных противоракетами СН-3 Как известно, корабли этого типа обладают потенциалом стратегической противоракетной обороны Таким образом, с учетом боевых возможностей батареи ПРК Развертываемая в Девеселу, уже можно говорить, что противоракетная оборона объекта Эджиса Шор в Румынии приобретает глубоко эшелонированный характер О том, какое значение руководство вооруженных сил придает береговому Эджису в Румынии, достаточно ярко подтверждает развертывание в Девеселу ПРК Американская система Это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, предназначенный для высотного заатмосферного поражения баллистических ракет средней дальности ПРК В состоянии уничтожать баллистические цели на недоступной для обычных зенитных ракетных систем высоте 150 км и удалении от обороняемого объекта до 200 км Уничтожение баллистической ракеты, боевого блока, осуществляет амортируется путем кинетического перехвата, т.е. при этом происходит прямое попадание боевой части противоракеты в перехватываемую цель Береговой Эджис Эшор Эджис Эшор Это версия корабельной системы Эджис, стоящей на вооружении ВМС США Часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику С Эджис Эшор при развертывании в наземном варианте демонтируется Стальное сооружение высотой в четыре этажа весят около 900 Т и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа Тикандирога Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры Эджис Эшор состоит из РЛС типа О Один и устройств вертикального пуска УФП МК-41 для 24 противоракет Стандард СМ Три Блок ИБ Береговой Эджис способен уничтожать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности на высоте до 250 км УФП МК-41 На сухопутной версии корабельного Эджиса МАК-41 Представляет собой унифицированную корабельную установку вертикального пуска для управляемых ракет Она применяется на кораблях ВМС США и других дружественных Вашингтону стран для запуска ракет Стандард СМ Два СМ Три СМ Шесть Азрок И ССМ И Томахок Работы по развертыванию берегового Эджиса Шор начались в Девесилу в 2014 году В декабре 2015 года США и Румыния завершили строительство противоракетного комплекса В начале 2016 года было осуществлено сопряжение румынского Эджиса с системой Проната Следует обратить внимание на совпадение сроков модернизации объекта прав Румынии, где размещены УФП МК-41 С заявлением США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД Как известно, унифицированные корабельные установки вертикального пуска для управляемых ракет МК-41 Изначально разрабатывались для запуска крылатых ракет Томахок С дальностью стрельбы до 2500 км Проведение США мероприятий по доработке универсальных комплексов прав Девесилу с высокой степенью вероятности Может быть направлена на реализацию возвратного потенциала этой системы и подготовку развертывания на них крылатых ракет И это может произойти в рамках заявленных ранее США мер в связи с разрушением договора РСМД Проанализируем складывающуюся обстановку Береговой G-СШОР в Румынии, сам по себе представляющий противоракетный комплекс, модернизируют и прикрывают еще одной системой ПРК-ЗД Дополнительно к этому усиливают противоракетное прикрытие базы в Девесилу с морских направлений Причем вполне возможно, что боевая служба эсминцев и крейсеров УРВМС США в Черном море будет организована на ротационной основе В этом случае возникает вполне логичный вопрос Может быть, функции прособственно для берегового ЭДЖАСа в Румынии в этом случае пересмотрены? И теперь этот комплекс будет решать какие-то другие задачи Размещение дополнительных средств прав Румынии в этой ситуации означает перераспределение боевых задач в области противоракетной обороны в Девесилу Теперь эти функции возьмут на себя батареи комплекса СЭД и два эсминца с комплексами ИДЖИС А ведь по идее совсем недавно эти задачи возлагались исключительно на береговой комплексе ДжИС и ШОР Таким образом, теперь объект Девесилу вполне может обеспечить размещение стратегических крылатых ракет типа Томахок В Европе впервые после окончания Холодной войны Возникает вопрос, а что же делать в этом случае Российской Федерации Поскольку подобные трансформации берегового ЭДЖИСа в Румынии создают непосредственную реальную угрозу национальной безопасности нашей страны Следует отметить, что руки России после выхода США из ДРСМД, по сути дела, развязаны И все шаги Москвы в сфере укрепления национальной обороны теперь будут носить исключительно ответный характер Поэтому в этом случае представляется целесообразным усилить боевой и численный состав группировки войск в Крыму В частности, в перспективе на непотопляемом авианосце может быть развернут сухопутный вариант ракетного комплекса «Калибр» или «Калибр М» Или ракетная бригада модернизированного РК «Искандер» Вполне допустима передислокация в Крым авиационного полка самолетов МиГ-31БМ с ракетным комплексом «Кинжал» Или же создание всех условий для перелета на аэродромы полуострова из внутренних регионов России Против подобного оружия никаких средств эффективной обороны в настоящее время у гипотетических противников не существует Наконец, следует обсудить целесообразность воссоздания в Крыму тяжелобомбардировочного авиационного полка дальних бомбардировщиков Ту-22М-3М Оснащенных современными ракетами класса «Воздух-Земля» Что касается Румынии, то там должны со всей отчетливостью понимать, что дислокация модернизированного объекта в Девеселу превращает этот регион страны в возможный объект первого ядерного удара И это осознанный выбор Бухареста, а не инициативы Москвы Михаил Ходоренок Право на данный материал принадлежат газета Р. Материал размещен правообладателям в открытом доступе